В этом видео вы увидите самый простой вечный двигатель. Изобретатель просто в гараже взял и собрал вечный двигатель. И все потому, что мы люди. Мы всегда стремимся к лучшему. Создать то, чего не должно. То, что нарушает законы физики. Но оно почему-то работает. И мы попытаемся это выяснить. Так что мы начинаем. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриел. И добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И в этом видео вы увидите самый простой вечный двигатель. Сидел я, как обычно, в своем телеграм-канале, ссылка на него будет в описании. И наткнулся на одно интересное видео, которое мне скинули подписчики. Называлось видео «БТГ своими руками». В видео изобретатель рассказывает, как в гараже сделал из восьми асинхронных моторов, соединенных как бы каскадно, вечный двигатель. И у него получается запускать эту установку и снимать халявную электроэнергию. Давайте же посмотрим, как это работает, и потом проведем небольшой опыт с гироскутером. Там моторы примерно одинаковые. Демонстрирую вам БТГ на 9 киловатт. Вот так он выглядит. Генерирующие четыре асинхронные двигателя. Здесь установлены ведущие двигателя. Я сделал по своей системе. Увидел один французский изобретатель, француз. Сделал генератор на неотимовых магнитах. Но, естественно, они не работают. Я их применил, тоже неотимовые магниты, но с другой целью, как бы для передачи. Они, естественно, не потянут такую мощность. Но я сделал по-другому. Здесь у меня установлены редуктора. Как бы идет за счет редукции, кинематики. Вот все это дело сделано. Есть один недостаток в этом генераторе, что генерировать можно. Свет светит. Генерировать можно, значит, вот четыре двигателя у меня стоит. И получаются четыре розетки. Ну, можно, я пятую поставил, но вообще четыре. Вот это один недостаток, что с генератора можно снимать с одного генератора снимать напряжение. Одну розетку ставим. А так, в общем, ничего. Вот системо управления. Это на ведущие двигателя. Вот эти вот. Которые обращают все остальное. Запускается он от сети. Ну, можно, конечно, запускать его из-за какого-то двигателя. Я вот сделал провод. Неудобно, сам снимаю с двумя вилками. Включаю одним из генераторов. И с сетевым напряжением запускаю один из генераторов. Потом от одного включаю ведущие двигателя. И так последовательно я запускаю весь генератор. Сейчас все вам покажу. Работает, да, и еще одно. Конденсаторы. Лучше всего применять вот эти наши старинные, проверенные, хорошие конденсаторы. Но их у меня мало. Взял я вот это дерьмо. Не ставьте их никуда. Гадость редкая. У меня два штуки уже сгорело. Даже три. Они дорогие, но вылетают один за другим. Негодные. Конденсаторы их нужно поменять. Все. Сейчас я покажу, запущу и покажу, как он работает. Переключу. Значит, свет я выключаю. И включаю генератор. Вот любую розетку. Включаю. Свет, чтобы вы видели. Работает. И сейчас запущу. Вот сейчас разрешение генерации. Вот, говорит, свет от генератора. Казалось бы, да, вроде простая установка и давно пройденность со всякими возможными фейками. Когда несколько асинхронных моторов ставят друг напротив друга, соединяют, например, ось, да, и получается ротовертер, якобы вечный двигатель. Но чем заинтересовало меня, например, это видео, друзья? Да, дело в том, что конструкция не очень проста, как обычно делают. То есть, вот здесь вот магнитная передача, здесь установлены несколько магнитов. Вам, возможно, не очень видно, но вот такие вот точечки есть. Это установлены магниты. То есть, все четыре вот этих мотора, они синхронизируются за счет магнитной передачи. И это уже интересно. И посмотрите, направление движения. Это в эту сторону, это в эту сторону, это в ту сторону, это в эту. Это тоже может влиять. Напротив каждого асинхронного мотора стоит по розетке. То есть, можно как запустить этот двигатель, так и снимать с него нагрузку. Как говорит автор, что по 2 киловатта можно снимать, когда эта вся конструкция работает. Но, насколько я видел, да, посмотрел видео полностью, вы тоже, наверное, посмотрели, или прямо сейчас оно идет сбоку. Внизу расположены тоже четыре асинхронных мотора, насколько мне понятно. Может быть, какие-то другие, может быть, моторы постоянного тока. Но, в общем, не суть. Батареек здесь не было замечено в принципе. Потому что он установку как бы от розетки запускает, дальше не совсем понятно. Либо она работает от розетки и... Ну, то есть, например, мотор 2 киловатта потребляет, да, и мы, возможно, снимаем по киловатту, например, да. Якобы так может быть. Но, я говорю, самое интересное то, что здесь какая-то каскадная система используется. Это очень интересно, потому что разные системы, нестандартные, да, они могут действительно сработать. Стоит конденсатор обязательно, чтобы минимизировать потребление. И, возможно, все это дело как-то в резонансе работает. И получается в итоге своеобразный такой вечный двигатель. Но, это не суть, друзья. Я сейчас показываю нагрузку. Конденсаторы негодные, они сейчас сгорят. Мне кажется, да, он какой-то куда-то применит. Вот работает выточник. Вот работает сам генератор. Вот такие вот. Информация для тех, кто решится строить себе такой генератор, значит, учтите при строительстве, что для получения киловатта энергии, необходимо потратить киловатт какой-то другой энергии. Поэтому на внешний вид машина вроде бы так и простая, все ясно, все понятно, но не так все просто. Поэтому считайте, все просчитывайте, иначе работать не будет. И правильный подбор конденсаторов. Вот и все. Удачи, кто будет строить такую вещь. Конечно же, все это дело нужно рассчитывать. Просто так оно не получится. Нужно все продумывать, просчитывать. Но, тем не менее, схема рабочая. Можно использовать. Ну, вот по недостатку я вам сказал. Ну, смотря для каких целей. Меня, например, устроит это все, что одна розетка. Вот, к примеру, асинхронный двигатель 2 киловатта. То есть, у вас напряжение в одной розетке будет 2 киловатта. Все. Ну, и так 4 штуки. Соединить их вместе не получится. Можно их соединить, они выравниваются. Все нормально, и по частоте, и по напряжению выравниваются. Но дело в том, что их не потянут ведущие двигатели. А по-другому они работать не будут. Вот такая вот система. Что я вам хотел показать? Следующая, я сейчас занимаюсь водородной установкой для автомобиля. Более мощной, более усовершенствованной, более красивой. В скорости покажу ее. Собираю и покажу. Есть там нюансы, которые доделываю. Изменил немножко еще схему ячейки. И, в общем, думаю, что должно быть неплохо. Результаты исследований модельки. Моделька показала себя хорошо, очень хорошо. Поэтому я сейчас делаю. Надеюсь, что что-то получится. Потом покажу это все. Даже если не получится, тоже покажу. Но надеюсь, что получится. Так, ну что, друзья, есть у меня два вот таких вот бывших гироскутера, скажем так. Ну что, друзья, есть, значит, вот такие вот моторы одинаковые. Выходят по три провода, так же, как у асинхронного двигателя. Но самое, что интересное, друзья, да, как это может относиться вообще к физике и к БТГ-генераторам. И данному видео, которое мы видели на экране. Смотрите. Такой небольшой эксперимент вам сейчас покажу. Сейчас сделаю подставку небольшую. Так, надеюсь, вам прекрасно все видно. Если нет, уже извините меня. Смотрите. Провода разомкнутые. Внутри располагаются по кругу магниты неодимовые, достаточно мощные. Мотор очень легко свободно вращается, практически без сопротивления. Но только на остаточное намагничивание, когда магнит примагничивается к металлу, к статору. Вот. И что у нас получается? Смотрите. Замыкаем две обмотки. Смотрите. Слышите? Мотор сопротивляется как... Я не знаю, просто как будто это ручник включили какой-то. Смотрите. Я всего лишь два провода замкнул. Смотрите, что произойдет, если мы три провода замкнем. То есть это чистая классическая физика у нас получается. Мотор у нас до такой степени сопротивляется, что он практически плывет в этом торможении. Ну как вам сказать? Как будто в гудроне мы катимся. В каком-то. То есть вот это вообще тяжело провернуть. Но самое интересное. Давайте отложим этот гироскутер немножко в сторону. Такой разобранный для эксперимента. Возьмем другой мотор, помощнее. Этот мотор имеет вот такие вот встроенные лампочки. Не знаю, видно или нет. Они прямо впаяны в сам мотор. Если мы крутим мотор вот так вот, да. Для удобства я снял резину, чтобы, как говорится, было видно все наглядно. Этот мотор помощнее. Смотрите, что происходит с мотором помощнее. Опять то же самое, но торможение, друзья, в этом моторе гораздо сильнее. Все опять по классике получается, да. Где же хваленный БТГ-генератор? Все же по классике. Вот. Получаем электроэнергию, например, да. Короткое замыкание. То есть, якобы тут у нас потребитель стоит. Этот мотор где-то на 250-700 Вт может быть. Вот плюс-минус в этом диапазоне. Или, скорее всего, 500 Вт. В общем, получаем электричество, замыкаем, да. Причем этот мотор является очень хорошим генератором. На малых вот таких оборотах он может спокойно 12 В выдать. Как только отпускаем, все спокойно работает. Замыкаем все. Все концы. И вот этот вот мотор, его просто нечеловеческой силой нужно обладать, чтобы провернуть. Но самое интересное, что замечается, друзья, когда всевозможные синхронные вращения. Если вот эти концы подключить сейчас к другому мотору и одновременно все крутить, да, мотор тоже сопротивляется, потому что нагрузка как бы идет на другой мотор. Но при этом, если мы в такт попадаем, да, когда тот мотор тоже второй начинает крутиться, торможение на первом генерирующем практически прекращается. То есть я даже не знаю, как сказать, каскадно что ли работают они. То есть как-то они внутренне синхронизируются и потребление, ну, грубо говоря, потребление, да, то есть вот это вот торможение, его здесь просто нету. Хотя первый вот этот генерирует. Так, сейчас, значит, что мы делаем? Просто соединяем фазные провода моторов. Три провода соединяем и посмотрим, что из этого получится, да. Насколько мы понимаем, то есть моторы у нас тормозят, если все делать по-обычному. То есть если замыкаем, идет лютое торможение. Замыкаем, лютое торможение. Все, больше ничего. Как бы мы ни делали, тут ничего не получается. Соединяем все провода вместе. Желтый с желтым, например. Главное, чтобы они именно соединились. Смотрите, что получается, да. Видите? В тот момент, когда второе мотор-колесо начинает от произведенной электроэнергии крутиться, оно крутится свободно. То есть первое крутится тоже свободно. То есть вот, смотрите, да. До того момента, пока моторы не синхронизировались, не начали вращаться одновременно, то есть этот мотор производит электроэнергию, в эту попадает. Как только этот начинает спокойно двигаться, второй уже не тормозит. Видите? В обратную сторону не работает, не подходит. То есть какой-то синхронизации нет. Вот с этого работает. И то тоже не всегда. Надо как-то попасть тоже. Видите? Раз. Как только попадаю, этот мотор начинает крутиться. И меня навеяло на одну интересную мысль. Да, а что если вот вся эта система объединена, будет как вот у нас в видео? То, возможно, с этого что-то и получится. Причём такие моторы от гироскутера достаточно дешёвые, получается, если я брал гироскутер один за полторы тысячи, другой за тысячу рублей. То есть это не такие уж большие деньги. При этом получаете огромную возможность экспериментировать с такими вот интересными моторами. Фотку, что внутри, я тоже приложу. Посмотрите. В общем, вот так это дело работает. Видите? Начинает крутиться и уже спокойно. А тот момент до кручения, да, оно двигается тяжело. Потому что мы как бы потребляем очень много. Моторы очень мощные. Но после этого мотор начинает ничего не потреблять. Когда сам крутится, понимаете? То есть электроэнергия-то вырабатывается с этого мотора. Вот как это объяснить? Возможно, это один из интересных эффектов. А возможно, это просто ерунда. Но, как говорится, пока не проверишь. И с этой установки, именно с этих моторов, не построить вот такую же установку, как на видео, то, я думаю, мы никогда не узнаем, будет ли это работать или нет. Ну что, друзья, на этом всё. Вот такой небольшой экспериментик с гироскутерами и соединением моторов. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики. Делитесь этим видео и скидывайте интересные видео из интернета. То есть, если что-то вы изобретаете или что-то очень интересное увидели, обязательно скидывайте мне в телеграм-канал. Ссылка будет в закреплённом комментарии и в описании, как всегда. В общем, пока-пока, до скорых встреч.